МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 октября 1942 года. Полдень. Диспетчер отсчитывает секунды полёта. 8, 9, 10. Ракета Фау-2 поднялась на высоту 90 километров и достигла космического пространства. В этот день в стартовой площадке в Пенемюнде положили огромный валун с надписью «3 октября 1942 года этот камень упал с моего сердца». Вернер фон Браун. 19 апреля 1971 года ТАСС сообщил, что в космос была запущена первая в мире орбитальная пилотируемая космическая станция «Салют». Это была не просто сенсация. Это была победа. Всего два года назад американская экспедиция побывала на Луне. Соединённые Штаты претендовали на роль главной космической державы. «Салют» был нужен Советскому Союзу, чтобы вновь занять первое место в освоении космоса. ТАСС сообщал, что станцию запустил советский народ под руководством партии и правительства. Когда в полёт отправлялись космонавты, их имена сразу становились известны всей стране, всему миру. Другое дело конструкторы, разработчики и изготовители космических аппаратов. На заре развития ракетной техники вполне понятно, что она в основном, её направленность, как говорится, была сугубо военной. Поэтому фамилии тех людей, которые делали и создавали эту технику, естественно, держались в секрете. Поэтому на главных конструкторов, которые делали те ракеты, на которых и мы уже летали, как говорится, народ, или так широко, они стали известны только где-то в последнее время. Ну, как у нас в шутку говорят, что или после смерти. Тогда говорят, что он был главным конструктором, он сделал доту, там дважды, герой, трижды герой со стурганом. Поэтому очень долго никто ничего не знал и о Сергея Павловича Королеве, и никто долго не знал ничего о Владимире Николаевича Челомея, и таких сотни из конструкторов, которые не были известны. Секретность была связана в первую очередь с тем, что конструкторы занимались оборонными и разведывательными космическими проектами. Они были приоритетны для СССР. Международный авторитет первой в мире космической супердержавы не менее важен. Однако до тех пор, пока не стало известно об американских планах по высадке астронавтов на Луну, советское руководство всерьез о лунной программе не задумывалось. Никита Сергеевич не был готов за Луну платить, потому что он был человек прижимистый, и деньги он хотел в основном тратить на внутренние нужды, на производство, на сельское хозяйство, потому что не хватало, так сказать, ни мяса, ни хлеба, на строительство домов вот этих панельных. А здесь такие миллиарды на то, чтобы запустить в космос. Президент Кеннеди поставил задачу – до конца десятилетия высадить астронавтов на Луну. К началу 64-го года становится понятно, что американцы вырвались вперед, уже начав полномасштабные работы по программе «Аполлон». А ведь Королев предлагал заняться лунной программой еще в 61-м, сразу после полета Гагарина. Вообще мечтой всей его жизни была Луна. И даже первая ракета, которая была послана к Луне, она называлась мечта, эта ракета. Но, к сожалению, американцы высадились на Луну первыми и, в общем-то, единственными. Я думаю, что если бы, может быть, отец мой был жив, конечно, история не знает сослагательного наклонения. Поэтому трудно судить. Но, может быть, случилось бы и так, что мы оказались бы раньше. В апреле 64-го года Сергею Королеву удалось убедить Хрущева начать работу над программой освоения Луны. Советское правительство даже обозначило срок полета. 50-е годовщина Великой Октябрьской революции. Для полета на Луну нужна была ракета значительно большей мощности, чем знаменитая Королевская Семерка. Нужно было стартовать с Земли, выйти на лунную орбиту, сесть, затем опять взлететь и вернуться на Землю. КБ Королева приступила к разработке суперракеты Н-1. Она должна была осуществить мечту Сергея Королева. Она же стала причиной крушения этой мечты. Н-1 была огромных размеров, собирать ее надо было прямо на Байконуре, что значительно удорожало изготовление ракеты и усложняло предполетные испытания. Были у ракеты и другие серьезные недостатки. Здесь была главная ошибка Королева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что ракета вот такая, она считается с конца ее весом. То есть вот американцы, да и все считают. Вот у нас на Луне должно быть, скажем, полторы тонны. Значит, вот как. Сколько должно быть на лунной орбите? Сколько должно быть на перелете тонн? Сколько должно быть на земле тонн? На земельной орбите тонн? Сколько на Земле тонн? Отставание началось, в общем-то, по технологии и, может быть, даже в основном из-за электроники Я как-то был тогда на заводе, где делали электронику И там было две доски, на одной висели американские элементы электронных схем, а на другой наши, но как слон и мост Очень тяжелая получилась электроника, в результате наш корабль получился тяжелее американского А ракета у американцев стала уже больше нашей, даже больше, чем Челомеевская Поэтому мы начали делать Ан-1 еще больше, но даже она не потянула наш тяжелый лунный корабль И ракета все время пухла, то есть было в ней 24 двигателя, потом 32 двигателя Это все переделки, это знаете, как вот вы, так сказать, купили, дали мне костюм 42-го размера Я в него не влез, вот вы мне бы наставляли к линии здесь, к линии сзади, пока довели бы до моего 54-го Чего бы хорошего не было, так вот и Ан-1 рождалось, то есть сама вот идея Ан-1, она была изначально, ну, я не хочу сказать слово порочная, но трудноосуществимая В 66-м году не стало Сергея Павловича Королева Его место занял Василий Мишин К сожалению, он не обладал теми личностными качествами, тем авторитетом и опытом, которые были у Королева Уже было понятно, что в 67-м году полететь на Луну не удастся Были поставлены новые сроки, но задача оставалась прежней Советские космонавты должны быть первыми на Луне В марте 68-го года специалисты НАСА перехватили разговор советского космонавта Павла Поповича с Центром управления полетами Сигнал шел с борта космического корабля Зон-4, который совершал облет Луны Американцы были в шоке Русские летят на Луну Мы тогда решили такую небольшую хитрость Значит, приемник и передатчик поставили перемычку И когда очередной зонд облетал Луну, я заговорил с Евпаторией У нас находился НИП дальней связи И через 3 секунды получили обратно на Землю мой голос Так, мой голос возле Луны побывал Ну, это получилось очень интересно Значит, в то время президентом был Никсон У него советником по космосу был американский астронавт Фред Борман И вот он прилетает к нам в Советский Союз Мне поручили его встретить Я его встречаю Она мне показывает так Грозит на меня И говорит, ну, космический хулиган Я говорю, Фрэнк, я говорю, в чем дело Ну, оказалось таким образом, что Значит, я, говорит, сижу у себя в кабинете И вдруг раздается прямой, ну, аппарат с президентом И он спрашивает Фрэнк, почему Попович, говорит, с Луны Я, говорит, я тоже опешил первую секунду, какое-то мгновение А потом, ну, извините, я сейчас разберусь А мне, оказывается, кто-то, кто засек мой голос, который шел с Луны И тут же кто-то взял и позвонил президенту И вот такой шустрый нашелся Ну, естественно, Фрэнк сразу позвонил И сказали, что и туда голос пошел, и обратно пошел То есть они поняли вот нашу такую космическую шутку Ну, он говорит, космический хулиган Ну, я говорю, ну что ж Пускай буду космическим хулиганом Зонд-4 не был пилотируемым кораблем Он совершал облет Луны в автоматическом режиме Его полет стал возможен благодаря ракете УР-500 Создал ее главный конструктор ЦКБ машиностроения Владимир Челомей Как и прочие проекты фирмы Челомея, УР-500 разрабатывалась для оборонных целей Впервые она была запущена в 65-м году И получила название «Протон» Для высадки на Луну эта ракета не годилась А вот облет свою помощью совершить было можно Запуск Зонда-4 был осуществлен под руководством Василия Мишина У Челомея были свои планы по поводу Луны Он разрабатывал тяжелую ракету УР-700 Существует большая вероятность Что мы могли бы побить американцев И первыми высадиться на Луну На Челомеевской ракете УР-700 Это даже не мое мнение Вот недавно, когда все это было рассекречено Проводили такой анализ американцы Которые работали по программе Аполлон И вот они мне рассказали В таких выражениях, что Им жутко повезло, что в Советском Союзе Лунную программу поручили Королеву Его ракета-то не могла полететь Ну, неправда, она могла полететь Но через много попыток А вот Челомея, Сквер-700, так сказать Могла бы полететь раньше Аполлон В июле 69-го года Американцы высадились на Луне СССР лунную гонку проиграл Позже появились скептические версии Относительно полета Аполлона-11 Якобы все, что мы видим на экране Является фальсификацией Достижения Соединенных Штатов Киноиндустрии ни у кого не вызывали сомнений Но в Голливуде несколько иначе Представляли себе космические полеты В 67-м году на экраны Соединенных Штатов Вышел очередной фильм о Джеймсе Бонде Он назывался «Живешь только дважды» В нем рассказывалась история О похищении с орбиты Сначала американского А затем советского космического корабля Он посмотрел фильм о Джеймсе Бонде А тогда, в общем-то, кино это было так Не широко показывалось И там, я забыла, как этот фильм называется Но, значит, в космосе спутник воровали Ага, значит, воровали вот этот вот спутник Ему так понравилась эта идея Он говорит, боже мой, как хорошо придумали Вот бы такую штуку, значит, сделать Вы знаете, он был вообще великим фантазером И все его проекты, они во многом Как бы были связаны вот с его фантазией Вот с желанием вот и возможностями Воплотить вот то, что вот как вот он думает Представляет себе Вот реально воплотить в жизнь Хотя он понимал, что на это нужны деньги Нужны соответствующие условия Разрешения Каким бы ни был Челомей фантазером Но у него действительно был проект Каба Челомей Который мог захватывать с орбиты спутники Этот корабль входил в состав Орбитальной станции «Алмаз» Космического Проект которого Каба Челомея В 1964 году Спустя три года проект Ракетно-космического комплекса «Алмаз» Был утвержден межведомственной комиссией Министерства обороны Это была разведывательная, орбитальная Пилотируемая станция Владимир Николаевич Хотя и занимался военной тематикой Но понимаете, но мы Хоть и военные тоже Но мы с этой тематикой не сталкивались До того, когда Было Ну как говорится Официально принято решение О создании специальной группы космонавтов Которая бы занималась Ну, прикладными военными вопросами В космосе Орбитальная станция с такими возможностями Сразу становилась потенциальной целью Для стратегических противников Конечно, аппаратами из фильмов О Джеймсе Бонде Американцы не располагали А вот над истребителями спутников Работали достаточно активно «Алмаз» мог себя защитить На борту станции была установлена Пушка с перископом-прицелом Который осматривал космическое пространство На 360 градусов Если бы какой-нибудь неопознанный спутник Или космический аппарат Приблизился к станции Он мог быть атакован Мне пришлось быть на испытаниях этой пушки На полигоне подмосковном Мощная пушка Скажем прямо Очень скорострельная И очень мощная Грохот стоял Не вообразимый Мы были в бункере Но, значит, барабанные перепонки И вообще все это Весь организм Еле выдерживал Очереди, которые выпускала эта пушка В 70-м году в КБ Владимира Челомея Были доставлены готовые корпуса Будущей станции Закончена наземная отработка конструкций Казалось, до запуска «Алмаза» Остаются считанные месяцы Однако этого не случилось Когда-то Челомей сказал Королеву По поводу разработок «Н-1» Не полетит твоя ракета Как будто в отместку За высокомерное высказывание Судьба распорядилась так Что и планам Челомея Относительно запуска «Алмаза» Не суждено было сбыться Что же могло этому помешать? Как ни странно Закрытие лунной программы Королева Американцы уже успели осуществить Свою экспедицию на Луну Наше правительство Потеряло интерес к этому проекту Как к престижному программу закрыли Но что воспринималось всеми На уровне государственного преступления Когда вложены такие громадные средства И вдруг почитали, что все это не нужно Это ведь работали десятки Можно даже сказать сотни тысяч людей Которые связали судьбу с этой грандиозной программой И вдруг все пошло крахом И это явилось жизненным крахом Очень для многих специалистов Даже для целых коллективов Многие предприятия, которые успешно работали В ракетно-космической промышленности Тоже оказались у разбитого корыта Где-то в конце 69-го года Появилась идея Что вот есть корабль-союз Практически все системы Которые нужны для длительного полета человека Есть на Союзе Корабль-союз И в это время разрабатывался военный проект Проект «Алмаз» у Челомея И вот объединить разработанную практически конструкцию И системы Союза И в результате получаются орбитуальные станции Ну и конечно нам хотелось быть первыми Хотелось, чтобы была первая советская станция Мы работали очень активно Была команда инициаторов Которая пришла к Устинову И сказала, вот можно сделать Устинов сказал, да, я согласен Поддерживаю Ну и министр был за И все за Команда инициаторов знала, к кому идти Устинова называли демоном Челомея Челомей был из Министерства авиации Он захватывал все новые и новые позиции в военном космосе Где раньше доминировал Миноборонпром Подотчетный Устинову Челомей был еще гениальным конструктором Был очень сложный человек, мягко говоря И вот в ответ на это давление Он, в общем-то, Устинове отзывался в узком кругу Ну достаточно широком узком кругу Ну скажем, более чем неуважительно И конечно, среди присутствующих находился кто-то Что тут же Устинову это доносил А Устинов, так как Ракетную технику, в общем-то, курировал сверху Хрущев, ничего с Челомеем сделать не мог То есть его и уничтожить И у него зрела вот эта ненависть Которая с возрастом уже перешла в такую патологическую В конце 69-го года секретарю ЦК Устинову Позвонил Феоктистов и попросил о встрече Момент был выбран удачно Владимир Челомей был в госпитале Василий Мишин в командировке Устинов усвоил основную идею И станция будет быстро создана И Челомей получит по мозгам Ну понимаете, когда мы говорим О захвате Алмаза мы должны забывать Что собственников всего было государство Поэтому королевцы, когда они провалились с Луной Идеи в них не было А орбитальная станция, как запасной вариант Так же, как у Челомей, так сказать, возникла Владу Лунет Устинову Так же, как и Феоктистову Хотелось, чтобы Королевское КБ прославилось То есть речь шла в данном случае не о технике Понимаете, я вот эти дебаты Которые проходили там наверху Где-то в Министерство общего машиностроения Мы не были посвящены Вот Ну мы только знали о том, что Корпуса, которые были разработаны для Алмаза Значит, вот принято решение передать Для того, чтобы строить станцию Салют Шло соревнование Кто первый запустит Вот станцию Надо было быстрее запустить Ну вот быстрее было готов Быстрее был готов Салют А не Алмаз Поэтому Не упустили приоритета там и здесь не упустили По данным советской разведки было известно Что американцы всерьез занимаются Разработкой космической станции Skylab США вновь могли оказаться первыми Устинов в категорической форме потребовал От Челомея ускорить работы по запуску станции Челомей отказался Не была готова система управления Не проведены необходимые наземные испытания Всех систем А феоктистов с товарищами Обещали запустить первую в мире Пилотируемую станцию К столетию со дня рождения Ленина 9 февраля 1970 года Вышло постановление ЦК КПСС И Совета Министров О передаче чертежей И готовых корпусов Алмаза В Кабы Мишина Они поставили обычные стабилизирующие Реактивные двигатели Которые как только выработался Эти компоненты Все, значит станция не стабилизируется Она вместо того, чтобы летать месяц И летает дни И аппаратуру они туда никакую Исследовательскую не поставили Потому что никого не было готово Если салют действительно был научной станцией То пожалуй это один из немногих примеров Из советской истории Когда оборонными приоритетами Пожертвовали ради науки Минобороны было заинтересовано В создании разведывательной станции К тому же министр обороны маршал Гречко Поддерживал Челомея Международный престиж оказался важнее Это отбросило систему Алмаза на пару лет Потому что пришлось заводу Хруничева Заново восстанавливать Изготавливать заново эти корпуса Нарушили все планы Которые были по созданию Действительно нужного космического аппарата Которым являлся Алмаз Ну все равно мы справились Я имею ввиду КБ машиностроения И Владимир Николаевич Мы справились с этим Заготовили еще корпуса И Алмаз был сделан Это были действительно большие люди И у них были большие мечты Мечты о полете на Луну Мечты о пилотируемой орбитальной станции Мечты быть первыми Сергей Королев не дожил до высадки американцев на Луне Первая космическая станция была запущена Без участия Владимира Челомея И все-таки ему повезло чуть больше Алмаз был запущен на орбиту Через несколько лет После триумфального старта салюта Здравствуйте, дорогие наши телезрители Мы вас приветствуем с борта космической станции Салют-3 Вот мы опять с вами вышли навстречу Вышли навстречу перед тем, как закончить нашу работу На этой чудесной, замечательной станции Салют-3 был запущен в июне 1974 года Через неделю к нему отправился первый экипаж В составе Павла Поповича и Юрия Артюхина Сообщение ТАСС Казалось бы, события важны, но не сенсационны Три года назад уже был запущен первый салют Уже была и американская станция Skylab Однако впервые в составе экипажа Отправившегося в космический дом Не было гражданских И американцы сразу обратили на это внимание Это могло означать только одно На орбите военная станция Догадку американцев подтверждал еще один факт Первый салют в полете Произвольно поворачивался вокруг своей оси Новая космическая станция была четко сориентирована Летала под неизменным углом к Земле Это было необходимо для наблюдения за наземными объектами Военными объектами Ну, если, как говорится, сказать прямым незаконно В основном была разведка Разведка наземных и космических объектов У нас и для просматривания космоса была система Вот, перископ Ну, примерно как на подводной лодке Я мог осматривать окружающее пространство космическое Ну, а вниз мы вообще были вооружены, как говорится, до зубов Салютом три станции называлась только в газетах В специальной литературе у нее было другое название Алмаз-2 Работа по ее созданию была начата в КБ Владимира Челомея В 1964 году Это был заказ Министерства обороны Алмаз был задуман как космический наблюдательный пункт История советской орбитальной космонавтики Начиналась с разведывательной станции Вообще интересно смотреть Это как бы такая С одной стороны история С другой стороны видно прямо вот здесь Видно разные слои этой истории А до недавнего времени Вот буквально еще там год назад Летал пульт, в котором кнопки были такие же Я вот вижу знакомые глобусы, знакомые часы Которые точно такие же стояли у нас на корабле Я узнаю, когда работал по станции Салют Еще до станции Мир Пульт вот такой вот С поворотным барабаном для выдачи команд Как бы электронный индикатор Который показывает определенные параметры Здесь на самом деле тоже очень много решений Которые были сделаны на грани искусства Да, сейчас, наверное, это устарело Но устарело, наверное, в основном из-за того, что появились другие возможности Но с теми возможностями я себе не представляю, как можно было сделать лучше Все, что создавалось по заданию оборонного ведомства Предназначалось для решения вполне конкретных прикладных задач Чтобы вести наблюдения из космоса, нужен был космический дом Оснащенный необходимой аппаратурой Позволявший человеку проводить на орбите длительное время Имевшиеся на тот момент корабли «Союз» для этого не годились Запасы кислорода, еды и топлива на борту этого аппарата были минимальными Космонавты были крайне стеснены в движении Ведь по диаметру и объему «Союз» был почти таким же, как и его предшественник Восток Я был один на Востоке, а в «Союзе» два А то и было три человека в «Союзе» Конечно, в этом отношении комфортность на «Союзе» Ну, можно сказать, хуже, чем была на «Востоке» На «Союзе» там приходится довольно здорово Ужиматься, поджиматься, вот, понимаете? Последствия рекордного для своего времени 18-суточного полета Николаева и Севастьянова на «Союзе-9» ошеломили медиков Каждый из космонавтов потерял до 75% мышечной силы и до литра крови «Алмаз» обеспечивал возможность работы на орбите экипажа из трех человек В течение нескольких месяцев Для съемки земных объектов на борту «Алмаза» было размещено 14 фотоаппаратов Самый большой из них — АГАТ С диаметром объектива 2 метра и фокусным расстоянием 6 метров Станция преодолевала расстояние 8 километров в секунду Рассмотреть или сфотографировать что-либо на такой скорости невозможно Специально для фотоаппарата АГАТ Была создана уникальная система зеркал, останавливающих изображение Возникла задача фотографировать с хорошим разрешением И под эту задачу делалось достаточно много Делались станции, делались фотоаппараты, делались дополнительные компоновки, создавалась новая техника И многое из того, что создавалось тогда в таком режиме, мы до сих пор и пользуемся Плёнка обрабатывалась прямо на орбите Для этого была разработана система сухой проявки Даже у полироидов в то время не было подобной технологии Через полтора часа с момента съёмки особо срочная информация уже могла быть получена в Генштабе Вся остальная плёнка упаковывалась в специальные капсулы для отправки на Землю Первая посылка из космоса была доставлена уже после возвращения экипажа Благодаря этому полёту Советскому Союзу ещё раз удалось доказать своё превосходство Одновременно с алмазом на орбите находилась американская станция Skylab Мы знали о том, что на определённом витке, в определённое время Мы можем, ну не то что встретиться со Skylab Но во всяком случае увидеть эту станцию на довольно недалёком расстоянии Вот, и поэтому мы когда, как говорится, сходились Сходились нам с Земли, дали цели указания, это называется Цели указания, куда развернуть перископ И мы развернули перископ и увидели её Вот она летит на расстоянии Примерно от нас была на расстоянии около 70 километров Ну всё, она пошла своей орбитой Мы пошли своей орбитой Поприветствовали, помахали ручкой В 70-е Соединённые Штаты не могли соперничать с СССР в орбитальной космонавтике Тем временем внутренняя конкуренция набирала обороты Салют был первой пилотируемой станцией Но её полёт вряд ли можно назвать успешным Первый экипаж не смог проникнуть на станцию Второй погиб при возвращении на Землю Произошла разгерметизация спускаемого аппарата Экипажу «Алмаза» удалось не только выполнить всю запланированную программу Но и благополучно вернуться на Землю За 15 дней полёта Нами выполнено, в общем-то, довольно много научных, технических, медико-биологических экспериментов Проделана, в общем, довольно большая работа И накоплен довольно интересный и многообразный материал научный Конечно, в этом полёте были и непредвиденные ситуации Трагедии не было Значит, как раз должны были снимать медицинские параметры Все с Юрия Артюхина Я помог ему надеть все датчики Он в плавочках так готов к записи всех медицинских параметров Начиная от энцефалограммы И я вижу по нашему полу и по времени Что мы уже вот пролетели Черноморское побережье, Евпатория Связь должна быть с Землёй Я заря, я беркут, заря, я беркут А заря не отвечает Уже пролетели мы почти полтерритории Советского Союза А заря не отвечает И вдруг врывается женский голос Алло, алло, а кто это говорит? Я говорю, а кто говорит? Это говорит командир корабля Союз-14 и Салюта-3 А почему у тебя голос так дрожит? Я говорю, моя ласточка побывала Ты в моём положении, он бы у тебя тоже дрожал И в это время она резко отрывается С ней разговор и в сеанс входит заря Алмаз был ещё на орбите А НПО «Энергия» уже запустила в космос свой следующий салют Четвёртый Все полёты к орбитальным станциям Осуществляли транспортные корабли «Союз» Он был создан ещё при жизни Сергея Королёва И других кораблей в 70-х не было На орбите одновременно находились две станции А транспортный союз был только один На нём отправился в полёт первый экипаж Салюта-4 А Челомеевский «Алмаз» со всей уникальной дорогостоящей аппаратурой на борту Был затоплен в Тихом океане Таким кораблём снабжения стал так называемый транспорт корабль снабжения Который вошёл в состав комплекса «Алмаз» Ориентирован был тоже на ракетный носитель «Протон» И должен был «Алмазир» исходить из стартового веса на орбите около 20 тонн Такой транспорт корабль снабжения включал в себя, как и «Союз» Крузовой отсек или бытовой И возвращаем аппарат многоместный Нарасчитан на экипаж из трёх человек Который должен был обеспечить выведение на орбиту экипажа безопасной И также возвращаем на Землю ТКС, конечно, это была, ну, как говорится, голубая мечта Для нас, космонавтов, чтобы иметь такой транспортный корабль снабжения, как ТКС У него было великолепное окно, прямо практически как на самолёте Окно такой очень, иллюминатор большой Для стыковки, для всех мероприятий, которые нужно было проводить Свой первый космический полёт ТКС смог совершить только в июле 1977 года Это был грузовой корабль «Космос» Затем были и другие успешные запуски Возвращаемый аппарат трежды побывал на орбите И каждый раз успешно возвращался на Землю Правда, голубая мечта космонавтов так и не осуществилась И первые, и последующие «Космосы» летали без экипажа, в автоматическом режиме ТКС исходный, это был корабль, который предполагался как большой пилотируемый корабль Это решение потом было реализовано уже в программе «Салют» И потом в программе «Мир» К «Салюту» эти ТКС летали в том виде, как они и были практически А на программе «Мир» модули делались на базе этих кораблей ТКС И на Международную космическую станцию тоже один из модулей сделан на базе этого корабля На самом деле сейчас он используется на станции не столько как буксир, сколько как танкер То есть там достаточно большие баки, и эти баки используются для хранения топлива После затопления первого «Алмаза» Челомей приступил к подготовке следующей оборонной станции «Салют-5», он же «Алмаз-3» Он вышел на орбиту 22 июня 1976 года Планировалось, что на нем будут работать три экспедиции Первыми на станцию отправились космонавты Жолобов и Волынов Они проработали 48 суток и были вынуждены досрочно возвратиться на Землю После внезапного и стремительного ухудшения состояния Жолобова Медики пришли к выводу, что это результат перегрузки, эмоционального напряжения и хронической усталости Однако появились другие версии Станция сделана из токсичных материалов и длительное пребывание на ней вредно для здоровья Челомей, он смотрел далеко вперед И поэтому, в отличие от всех других конструкторов Когда ему дали средства на создание его конструкторского бюро Он вложил это не в цеха, а вложил это в испытательную базу И вот Ревутово это была уникальная испытательная база Космическая, особенно космическая техника и вообще авиационная техника Она проходит очень тщательные испытания на Земле Очень тщательные Если вызывает что-то сомнение, то, как правило, такая система в полет не пускается Несколько лет мы периодически встречались Особенно, когда стали испытывать алмаз Ну, мы всего три станции испытали И на этом программа кончилась Станции были разные Более шли их все время в совершенствовании Ну, даже во время испытаний по кости всякие Ему делал, так сказать, другие организации Вот Мишинская организация Она почему-то, когда нужны были возвращаемые аппараты Для Челомея Они производство прекращали Космонавты, побывавшие на борту Салюта-5 Вслед за Волыновым и Жолобовым Уверяли, что на станции чистейший воздух И все условия для нормальной работы Однако было принято решение программу «Алмаз» закрыть Последняя советская разведывательная станция Завершила свой полет в августе 1977 года Программу эту, как говорится, прикрыли Когда было принято решение Мы считаем, что оно было принято преждевременно и неправильно Закрытие вообще этой тематики, темы «Алмаз» У страны не было денег на две параллельные космические программы Нужно было выбрать одну Один килограмм полезного груза на орбите стоит 5000 долларов Вот у нас в станции было воздуха 100 кубометров Значит, 100 кубометров стоило 500 тысяч долларов На станции А если три человека начинают там работать И заниматься физическими упражнениями То это им хватает всего на 3 дня Это воздуха, так Если воды, то 50 грамм 20 грамм воды будет стоить порядка 100 долларов То есть каждый лоток воды 20 грамм, это 100 долларов А их надо выпить Этой воды около 2-2,5 литров в день Посчитайте, во что входит То есть нужно найти человеку такую работу на орбите Которая бы оправдывала, окупала те затраты Которые каждый пуск, каждый полет требует Вот, для атака Задача орбитальных станций, как я понимаю Это, с одной стороны, проводить исследования В новой совершенно Ну, сфере, что ли В невесомости Потому что все материалы И организмы ведут себя по-другому И второе, это отрабатывать Возможности человек Исследовать их И ответить себе на вопрос Что может человек в космосе Два разных мнения Два разных подхода У станции Владимира Челомея Было вполне конкретное предназначение Военная разведка Разведывательные операции Позволяли сэкономить огромные суммы На производстве оружия И Соединенные Штаты И Советский Союз Пытались превзойти друг друга В гонке вооружений Если точно известно Сколько ракет у противника То не нужно производить В несколько раз больше Американцы признавали Что благодаря фотографиям Полученным со спутников Им удалось сэкономить Около 500 миллиардов долларов А ведь данные Полученные с Алмаза Были в несколько раз подробнее Но ни опыт Челомея Ни его технологии Конкурентов не интересовали Я сейчас пытаюсь Как-то представить Вот психологию нашу Ну мы чувствовали себя Специалистами Понимали Что вот все системы Мы знаем Как делать Мы знаем Что у Челомея Другая Например Двигательная установка Ну и что у нас Вот она летала Мы ей верим Доверяем У Челомея Конечно были Наверное Я уверен Были какие-то Интересные разработки Ну такие разработки Есть свои Они надежные Проверенные Наверное Вот так как-то Мы думали И у Челомея Примерно так же Рассуждал Хотя у нас Нормальные отношения Между инженерами А вот Какие-то технические решения Как-то Друг у друга Ну не то что заимствовать А использовать опыт Это естественно Конечно было Но этого не было Владимир Челомей И его КБ Машиностроение Фактически тайком Готовили к запуску Следующий алмаз На этот раз В беспилотном варианте Готовая к старту В 1981 году Автоматическая станция Пролежала в одном Из цехов Космодрома Байконур До 1985 года А в 1984 Не стало Владимира Челомея Независимо от того Давали ему деньги Или нет Он самостоятельно Шел На разработку Значит Каких-то Своих технических Проектов Не получая При этом Финансирования А потом Ходил методично И доказывал Что вот вы знаете А вот мы сделаем Лучше А вот давайте Вот так вот сделаем Алмаз продолжал Борьбу За существование В 1985 Автоматическую станцию Вновь подготовили К старту Но запуск Оказался неудачным Отказала Система управления Ракеты-носителя На Байконур Доставили новый аппарат Вновь стали готовиться К старту И он Вновь откладывался На старте Мы простояли Месяц А стоять на старте Для Во-первых Для аппаратуры Не Не выгодно Поскольку Режимы Необходимо Соблюдать режимы На старте То есть охлаждение Или нагрев И так далее Размешивать Компоненты Топлива Все время Перемешивать Очень много Там вопросов Подготовленные К вывозу И снаряженный Аппарат Значит Был Нами Законсервирован Во-первых Его зачехлили Поставили Штык То есть Солдата С ружьем Обнесли Двухметровым Забором Со стартовой Площадки Алмаз Вновь был Перемещен В один из Цехов Монтажно-испытательного Корпуса Десятью годами Раньше В похожем Ангаре Закончила Свои дни Ракета Н-1 Сконструированная Для полета На Луну Корпуса Лунной ракеты Пошли под Аргонный Резак Двигатели Удалось спасти Вопреки Воле Начальства В 1986 Году На Байконур Прибыл Валентин Глушко Генеральный Конструктор НПО Энергия Его Заинтересовал Огромный Зачехленный Аппарат Когда он Услышал Что Это Алмаз Чедоминевский У него Пена Изо рта Пошла Его Ели Успокоили Врача Возвали Водичкой Поели Ну Он говорит За то Что Его Хранить У вас Всех Под суд Кричал Под суд Ну Я конечно Несмотря на Мое уважение К нему Я тоже Распсиховался Сказал Что Это хозяйство Мое И нечего Здесь Ковыряться Я что хочу Это и храню А аппарат Я Не отдам На растерзание Запуск Все-таки Состоялся В июле 1987 Года Автоматическая Обитальная Станция Алмаз Была Выведена На орбиту Правда Вновь Не под своим Именем На сей раз Ее назвали Космос На станции Были установлены Мощные Радиолокаторы Благодаря которым Удалось получить Очень качественное Изображение Поверхности Земли Для народного Хозяйства Вы знаете Он был Вообще великим Фантазером И все его проекты Они Во многом Как бы Были связаны Вот С его фантазией Вот С желанием Вот И возможностями Воплотить Вот то Что вот Как вот он думает Представляет себе Вот реально Воплотить в жизнь Хотя он понимал Что На это Нужны деньги Нужны соответствующие Условия Разрешения На самом деле Я могу вам сказать Он наиболее был Я бы сказала Практичный Экономный Конструктор Начиналась Другая эпоха Уже была Станция Мир Были Международные Экипажи Затем И вовсе Международная Космическая Станция Уже не просто Космический дом А настоящий Небоскреб Но если Внимательно Всмотреться В его очертания То отчетливо Можно разглядеть Алмаз Секретный Орбитальный Разведчик У нас стояли задачи Сделать самолеты Мы делали самолеты У нас стояли задачи Создать ракетно-ядерный щит Странный Он создавался Были сделаны Фактически станции И вот это Как один из примеров Были сделаны станции Которые позволяли Не только выводить Оборудование в космос Но и обслуживать Людям оборудование в космосе Вот Ну и дальше На самом деле Были видны Ну довольно такие Разносторонние перспективы Можно было делать Станции большие Можно было делать Межпланетные станции Обитаемые Необитаемые Ну вот что-то было сделано А дальше Видимо поменялись Просто приоритеты Сейчас вот никто Никаких задач не ставит Ну вот пока так В режиме поддержания Того что уже сделано Работа продолжается На самом деле Ну я бы сказал так Действительно в режиме Поддержания Или в режиме выживания Будет работа Но не ставится задач И не видно пока Никакого особого движения Вперед Мало кто знает Что сразу же После запуска Советским Союзом Первого спутника В Пентагоне Предложили выбросить На орбитальные высоты Тонны металлолома Гвозди Подшипники Стружку Чтобы прекратить Любые полеты в космос Но холодная война 60-х Только подогрела Космические амбиции Которые в свою очередь Породили Новые фантастические проекты Остановить человечество На пороге космоса Было уже Нельзя Алмаз Все-таки побывал В космосе Под своим настоящим именем 31 марта 1991 года Модифицированный Автоматический вариант Орбитальной станции Со значительно улучшенными Характеристиками Бортовой аппаратуры Был выведен на орбиту Он не был Космическим домом И не занимался Наблюдением За оборонными объектами Эра пилотируемых Станций разведчиков Ушла в прошлое Военные задачи В космосе Решались уже Без человека на борту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин